В Чебоксарах завершилась российская летняя спартакиада инвалидов. Спортивные сооружения республики приняли более полутора тысяч юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить их с окончанием праздника спорта приехала директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Марина Томилова. Подробности у Екатерины Абрамовой. Спорт это самое эффективное средство реабилитации для инвалидов, отметил министр спорта республики Сергей Мельников. Сейчас в стране проживает около 13 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья, 53% которых в возрасте до 18 лет систематически занимаются спортом. Каждый из них мог побороться с наградой спартакиады и возможно открыть для себя дверь в паралимпийское или сурдлимпийское будущее. Мы ищем новые спортивные звездочки, которые есть безусловно в каждом регионе. И на протяжении следующих четырех лет, сейчас мы уже говорим о паралимпийских играх 2020 года, потому что Крио-де-Жанейро уже есть состав сборной России. А это резерв, который, конечно, выстрелит. И я думаю, что уже будет порядка 30% не меньше участвовать на следующих паралимпийских играх. Ну и ближайших сурдолимпийских игр, которые состоятся в 2017 году в Турции. Соревнования проводились в четырех видах адаптивного спорта по шести дисциплинам. Чувашию представляли пять сборных команд с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. В общекомандном зачете им удалось занять 17-ю строчку рейтинговой таблицы из 49-ти. А тройку призеров возглавили спортсмены Башкортостана, Санкт-Петербурга и лидеры спартакиады, участники из Москвы. Был план занять первое место общекомандное, потому что у нас в Москве спорт очень сильно развивается. Там не только гуфи, но и пода, линь и так далее. Ну и, естественно, результаты дали ожидаемые. Заняли первое место и надеемся, что через четыре года, которые будут там другие ребята, тоже займем общекомандное первое место. Летняя спартакиада инвалидов проводится раз в четыре года. И в 2019 году право принимать очередные старты удостоились наши соседи из республики Мариэл. И уже там могут появиться новые чемпионы и, возможно, новые виды адаптивного спорта. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.